играем на ческом игра с мейстером из сша посмотрим какой дебют он мне предложит так новоиндийская тут есть слон а6 есть слон b7 как правило что-то из этих ходов убирают и слон b4 теперь здесь закроюсь слоном где-то конь е4 сейчас будет ход логичный на конь е4 мне есть вариант разменяться но поскромнее чуть сыграл так вопрос что делать дальше можно побить можно сыграть ладья d1 может сыграть е4 но после взятия мне появляются вот эти ежовые структуры поэтому наверно подкачу ладью пока так а он конь c6 отвечает ладно е3 тоже не буду как-то форсировать события спрятался не сказать чтобы в этой позиции как-то борюсь за большой перевес расставился скромненько посмотрим будем в такой выжидательном стиле играть вот е5 дернулся соперник наконец-то пора посылать его коня подальше этим ходом и теперь е4 захватываю уже пространство центр и конь в таких ситуациях мой пойдет на d3 не думаю что его пара копытных здесь хорошо смотрится на последнем ряду поэтому постараюсь активностью фигур взять так здесь вот есть и в 4 ему неплохо будет смотреться хотя ладью меня явно не на своем месте стоят нужно их будет включать в игру да мои две ладьи явно стоят его коней с f на e еще одну пешку берет здесь вопрос чем брать так не хочу пока ферзей менять возьму конем и и перевожу ладьи поближе к делу подтянул ферзя чтобы на ферзь d4 нигде пешка c не провисала и 2 ладью тоже подтянул соперник тоже не медлит подтягивает свои фигурки но здесь не вижу нормального отскока ни конем ни вторым конем никаким конем просто так ладно буду меняться наверное не вижу а то сейчас просто инициативу соперник перехватит а здесь у меня хотя бы есть перевес пешечной структуре потому что у него явная слабость d6 у меня поле е6 есть для вторжения тоже неплохой достаточно так куда лучше тут отскочить мне на е6 не совсем уверен в правильности этого хода хотя попробовать наверно можно осложнить как-то игру тем более близок цепнот уверен что соперник будет задумываться исходя из этого можно сыграть как-то поострее тем более полянка d5 для моего ретивого освобождается полез в ответ так надо загонять уже его туда поближе на конь d4 слон g2 или как-то по-другому не дать ему попасть на f3 он видно пока не торопится туда ладно король g2 ближе ближе к цепнот надо ускоряться как-то прижимать его в бытие сень в какой-то момент так взял не не годится пошел сюда это он меня таким образом назад отправляет да ну ладно мы не гордые отошел так и пешку все таки он наверное съест у меня ошибка конечно вышла с этим всем делом нужно резко что-то перестраивать потерял пешку просто на ровном месте ну здесь уже больше игра на время идет чем на позицию посмотрим кто здесь шустрее окажется вроде как пока шустрее я но это не точно как говорится так не дал сюда теперь вышел накинул пешку ай-яй-яй-яй-яй вот ладью зимнул не вовремя елки-палки еще повел своих бойцов какой результат нам присутствует ничья в итоге да разбазарил все пешки в последний момент рематч c6 теперь каракан поагрессивнее конь f6 с gf сыграю вариант теперь слон идет на f5 не конь а слон что-то у меня конь хочет на f5 упорно попасть пока что в первую очередь нужно развить и тут закончить хотел h5 сыграть но уже не успеваю тут конь на h4 идет на а5 b5 неприятно ладно а6 были у меня уже такие партии промазал я один раз сыграл а5 больше не хочу а вот куда девать короля тоже непонятно не нравится мне это развитие которое я получил с этим gf с таким успехом просто скоро откажусь от этого варианта потому что что-то мне совсем не нравится как я здесь расставился сплошные дыры везде хорошо есть чернопольник без него просто сгнил я тут давно уже на слона f4 слон d6 естественно противовес его слону h4 наваливает потихоньку ладно конь f6 закрылся теперь отсюда прессует меня не даже не просто не дает никак раскрутиться так ну это на всякий случай король g7 полезный ход пропустить ладью чтобы мне просто там за пять ходов мат не поставили c4 теперь отсюда просто вздохнуть не дает ладно полез куда-то там для приличия слон е7 хочу вытравить его отсюда просто слон на g5 меня статично бесит хочу его как можно быстрее удалить так что он завис что ли или думает думает просто убирает план как меня тут обуть побыстрее хочется f6 но понимаю что просто получу 0 поэтому когда хочется иногда нужно отказываться еще и хочется конь f2 это уже больше похоже на правду 3 пешки получу как-то обострю подцепнот ладно нормально сойдет пожертвую подцепнот хочу на h4 естественно на e1 не буду бить два слона у него будут просто мощнейшие хочу пробить сюда но он нашел интересное продолжение тут может быть f6 погнать на d5 слон е5 а почему бы и нет кстати это все равно не нравится там ладей e5 будет ладно убил все равно по хорошему труба мы будем что-то пытаться сделать не так то у него много времени конечно в классику за такое наказывают по счету раз это что такое ферсаж 8 ну ладно просто троллит меня соперник такими ходами проигранно стою на самом деле где-то он должен мат мне на h8 поставить ищет как это сделать мне нужно хоть как-то постараться ему помешать хотя бы чуть-чуть так брать не могу пешку уже ладей h1 залазит просто вонзается цд ферс g5 вот это наверное еще более-менее жить можно блин ферс d2 у него еще вторая ладья ещет не забыл вот ферс d4 так теперь полегче уже одного слона отвлекли и подразню его тут чуть-чуть и теперь ага полезет снова не теперь f6 ферс g5 где тут можно уже нет тут слон d5 там мат получаю снова не могу где е7 наверное сейчас залезет дисконнект победа ну повезло где-то не успел меня добить наверно даже здесь что-то у него есть типа ладья е7 потом ладья h7 какой-то вечный шах хотя здесь наверно уже упустил в цепоте перевес который у него несомненно был м м м м Продолжение следует...